Когда ребенок спрашивает, в каком возрасте заканчивается детство, как-то сразу становится не по себе, потому что как ты скажешь, что детство заканчивается, а самому же не хочется, чтобы оно заканчивалось, а не хочется, чтобы они были маленькими такими. И с другой стороны, ты сам все время их побуждаешь. Давайте, давайте, вы уже большие, вы уже должны делать там то-то, то-то, то-то. И вот у меня как-то это разделилось. С одной стороны, да, надо детей стимулировать на то, чтобы что-то они делали, брали на себя ответственность, были более самостоятельными, помогали и так далее. Но не обязательно это увязывать с тем, что они уже большие. Мне кажется, это можно разделить. И вообще, если уж говорить о методах воздействия, то, мне кажется, к воспитанию детей можно применить тот же самый принцип, что и к взаимоотношениям с высшим сознанием. Это все о чем. Ну, всегда говорят, вот благодарность, благодарность. Вот настоящая молитва хорошая. Это не та молитва, где ты чего-то просишь или трепуешь, а молитва, где ты выражаешь свою благодарность. То, что ты доволен всем, что есть уже сейчас, и даже с радостью готов принять любые возможные испытания. То же самое можно и делать и с детьми, наверное. То есть, подходить к их каким-то достижениям с чувством благодарности. То есть, например, ребенок там сходил в магазин или чем-то помог, или помыл посуду, и ты ему благодарен за это. Ты говоришь ему, ну, ты такой молодец, ты так меня поддержал. Без тебя это было бы намного труднее. Но ты не заставляешь его, это не из-под палки происходит. И, возможно, все вот эти слова благодарности, они в моменте будут, будет такое впечатление, что ребенок тебя вообще не слушает, и подумаешь. А на самом деле где-то там у него все-таки откладывается. И, наверное, более правильно, ну, делать это надо красиво. То есть, вот есть такой принцип работы, когда работают с детьми с заиканием, то когда их речь становится лучше, об этом не говорят. Они говорят, о, ты такой молодец, ты сегодня гораздо лучше говоришь. Когда лучше? Ну, как само собой разумеющийся факт. А вот когда дни плохие, когда действительно ничего не получается, заикание очень сильно ухудшается, то именно в эти плохие дни им говорят, сегодня как-то вроде, как-то последнее время получше у тебя стало, я заметил. Вот. И тот же самый принцип. То есть, надо делать это аккуратно, не надо в лицо им эту свою похвалу тыкать. Это можно сделать на следующий день и сказать, о, вчера, вчера вот ты вот это сделал, мне так это помогло. Я сегодня чувствую себя вот более отдохнувшим в результате. Или я вчера успел в результате сделать какое-то свое важное дело. Вот. И тогда, мне кажется, ну, тогда все будет нормально. И для этого не придется размахивать палкой-скалкой и кричать, ты уже большой, делай немедленно, я уже больше так не могу. Потому что одна из главных обязанностей родителей – это давать тепло ребенку, ребенку, особенно мамы. И лишать ребенка тепла в угоду тому, что должны быть сделаны какие-то сиюминутные дела, или там, чтобы он стал взрослым, или чтобы он стал ответственным, это, наверное, это неблагоразумно. Потому что он все равно станет взрослым и ответственным, и все равно будут задачи, которые ему придется решать. И если в угоду этому ускоренному развитию прервется тот канал, по которому ребенок может получать тепло от родителей, то откуда он еще это тепло получит? Как в известной психологической шутке, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя Бентли, то все равно у тебя в детстве не было велосипеда. Если канал тепла от родителей в детстве прервался, то он прервался, и именно это тепло ты уже не получишь. А это не здорово, потому что с этим теплом все гораздо легче в жизни. И в конечном итоге и родителям тоже лучше. И тут хочется вспомнить еще фразу, тоже такая психологическая мудрость, что если даже твои родители все время тебе что-то говорили, то это не обязательно неправда. Например, моя мать всегда говорила мне фразу, что для матери, для мамы ты всегда будешь ребенком. И смысл, который она в это вкладывала, он был совершенно неправильный. У меня на эту фразу, естественно, уже аллергия, потому что то, что она имела в виду, это что я никогда тебя не отпущу, я никогда не дам тебе свободы, ты всегда никогда не станешь самостоятельным человеком, ты всегда будешь подвержен моим манипуляциям, я всегда буду иметь возможность тебя обидеть, тебя унизить, тебя на тобой посмеяться при других людях. Ну и так далее. То есть так это воспринималось, так и с таким посылом это фактически происходило. Но сама-то фраза на самом деле неплохая, если так подумать. Только ее надо, наверное, чуть-чуть по-другому в себе воспитывать и рассказывать своим детям. Не то, что ты всегда будешь ребенком, а то, что детство, вообще говоря, не должно заканчиваться. Вот папа и мама, им уже там энное количество лет, они все равно часто ведут себя как дети и дают себе возможность оставаться открытыми, разрешают себе иногда и радоваться как дети, и с радостью принимать происходящее, даже если оно кажется странным и сложным, и быть открытыми к тому, чтобы учиться и всегда учиться. Никогда не говорить, все, я уже взрослый, я уже большой, я уже все знаю, я уже вот такой и вот такой. И, а что касается отношений с родителями, наверное, хорошие родители, это те, с которыми человек, даже когда он уже большой, взрослый, у него в подчинении тысяча человек и взрослые сложности, и какие-то взрослые дела, он все равно со своими родителями, если ему это нужно, не по принуждению с их стороны, не потому что они его не отпускают, а если ему это нужно, он может с ними быть ребенком, быть слабым, быть смешным, быть открытым и уязвимым, и делать глупости, и не знать, что делать, и плакать, и, в общем, все вот это. И, наверное, этот канал отношений со своими детьми тоже очень-очень хочется сохранить, потому что, ну, представляется, что это здоровая ситуация, и так, наверное, лучше и детям, и родителям, и, наверное, всем окружающим тоже, кто попадает в это поле информационное, энергетическое, эмоциональное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok